Что-нибудь видно визуально? Ну, видно, она как-то неестественно вышла, как инсектоид передвигается. Скорее всего, так и есть, с не одним инкубатором. Подожди, Влад, у нее на физическом теле остается какая-то серость еще. Давай, наверное, где ты находишься сейчас? Ну, мы стоим пока еще с тонкой копией, потому что я смотрю на тело, и ей больно, у нее больно. Все понятно, хорошо. Включаю физическому телу белый свет, внутренний белый свет, один, два, три. Выдавливаю из нее всю эту черноту, все чужеродное, все, что не на чистоте виолы находится, выдавливается, формируется перед ней в шар. Знаешь, у инсектоида есть такие небольшие волоски, маленькие. Все эти волоски собираются в шар. Вот эта серость, она волосками наполнена, от них у нее боль в теле. Скажешь, когда шар? Берем этот шар в сетку и вместе с этим шаром и виолой поднимайтесь в комнату диагностики. Пошел подъем. У меня тело посветлело, и лучи его сейчас излечивают, пока мы будем тонкую копию чистить. Она стоит под потоком. Мы на месте. Хорошо, отправляй этот шар в клетку-тюрьму. Мы приветствуем Виолу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в своей биополе. Наперед сеанс. У нее еще голова нагнута, на бок, на плече лежит, и она с трудом говорит доверию. Скеннер, просканируй, что у нее там на шее. Если что находишь, выводи. У меня как срослась голова с плечом. Она поднять голову не может. Хорошо, Скеннер, помоги Виоле вывести эту подключку, которая мешает ей поднять голову. Приступай. Выводи, если необходимо, сжигай на месте все, что ей там мешает. Если можешь, выводи это в шар. Это красный дракон с своей платой. Вытаскивай красного дракона, кидай его в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готова. Голова поднялась? Да, у нее просто несколько тонких тел, и оно одно за другим восстанавливается. Хорошо, какой красный дракон, посмотри. 34,85. Ты что паразит делаешь? Он рычит, не рычит, а как шипит. Да ты что? Пламя пытается. Ой, ну давай, пусти пламя, пусти, давай. Не пускается? Скулить сейчас. Да, еще рано скулить. Вот сейчас начинай. Достаю печать дракона и включаю на полную мощность, пока этот паразит не прочувствует на себе. Пошел процесс. Он повернулся задом, печать работает, и он упал. Хорошо, убирая печать, пусть полежит, отдохнет. Итак, голова поднялась, Вера? Да. Еще что-нибудь мешает, Виола? Мешает она в форме, у нее руки расставлены, все, у нее сидит кто-то, вот, инсектоид, скорее всего, с волосиками, с этим. Хорошо, сканер, давай, вытащи мы эту подключку. Просканируй сейчас, Виолу, вытащи эту конструкцию, отключи все сопутствующие, чипы, датчики, импланты, конвекторы, все эти волоски. И все это выходит из ее биополя. Да, будет так, а так и есть. Выходит инсектоид, он хрипит, большой. Вытаскивай его в клетку-термоинсектоида, пока большой, сейчас станет маленьким. Это матка. Да мне без разницы, кто ты, паразитарная сущность. Тебе никто не давал своего согласия. Даже тяжело, хрипит. Хорошо, ждем, пока сканер закончен, нашли здесь пристанище. Кроме них есть еще бес, все. И вытаскивай бесы, кидая в клетку-термо. Всех вручную вытащили. Все. Даю команду, на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Виолы, под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-термо, и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-термо и становится ее заложниками. Один, два, три. Сканер сканирует все 7 тонких тел Виолы, находит все. Здесь шар инсектоида, сам инсектоид, красный дракон с платами, которые держали ее голову. А конструкция-то была, тогда тоже получается инсектоида. И шар инсектоида, и конструкция инсектоида, конечно. Он сам как конструкция, то есть он сам в этих волосках, он занимал полностью все ее тела и расширял ее, деформировал. Потому что в ней осталось еще, ее вырвет сейчас просто, с нее выходит. То есть у нее меняется все там, когда он вышел, у нее тела начали как ожили, шевелиться начали, с нее выходят остатки. Остатки. И без. Все. Каналы выстроились. Хорошо. Тогда начинаем сразу с реверса энергии. В процессе работы буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Виолы спроецировать все энергетические и сферические каналы к красному дракону, инсектоиду и бесу, а также их подключкам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные, патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Виоле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Какой у нас бес, Вера? 9. Хорошо, что ты здесь делаешь, бес? Как долго находишься в этом биопуле? 3 года нахожусь. Не любит она себя, но этим и пришел. В доме присутствуешь? Нет. А положил ты там все. Вот такие вот у нас защиты. Скажи мне сразу, есть ли лярва в биопуле? Виолы? Я думаю, после такого воздействия. У меня есть живота. Большая лярва, остальные затемнения. У меня есть живота, где сидел инсектоид. Я полагаю, тебя интересует эта лярва? Да, лярва интересная. Хорошо. Когда мы дойдем до места, сначала ты вытащишь все, что ты оставил в биопуле на своей чистоте. После этого я дам команду, можешь забрать эту лярву. 3 года ты сидел. Переходим к инсектоиду. Сколько ты находишься в этом биопуле, матка? 9 лет. И почему ты уничтожала этого человека на физическом плане, доставляя ему столько мучений? Ходит по параметрам. И тебе только вот это, тебе даже не надо согласия никакого, да? Для того, чтобы подходит по параметрам, да? Согласия. И ее сюда поместили. 9 лет ты находишься. Сколько инкубаторов стоит в биопуле? Два инкубатора, но они постоянно пополняются. То есть эти два инкубатора последние 9 лет работают непрерывно, да? Правильно я понимаю? Последние 4,5 лет работают непрерывно. Понятно. Красный дракон очнулся? Да. Итак, еще раз. Я услышу твое шипение или рычание в этой клетке. И я не остановлю печать красный дракон. Тебе это сейчас понятно? Ему понятно. Сколько ты находился в этом биопуле? 3 года. У кого есть контракт с Виолой? Осознанно? Ни у кого. Ну вот, иначе вы все здесь нелегально. Как с реверсом, Верочка? Закончик. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Виола забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили. Все, что они изъяли до последней капли, возвращает Виола себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Ей по чакрам возвращаются энергии. Дракон забирал верхние 4. Верхние 4 чакры дракон забирал, дракон. Ну, ты стоишь уже на грани уничтожения, я не знаю. Дальше 2 чакры занимал ансиктоид и нижние сидел без. Эти энергии возвращаются к ней. Отлично. До 100% все назад. Готово. Хорошо. Начинаем с вытаскивания того, что вы оставили. Бес, твоя очередь, выходи. Отключайся полностью, снимай все, что ты оставил. На месте доложи, что ты все снял. Я дам команду на лярву. Качели у него. Раскачивал он качели. Как она тебя ощущала с твоими качелями? Что это было? Понижение вибраций? Слезы. Слезы? Мне любовь раскачивала. Ненависть к себе вызывал. Хорошо, Виола. Это отражалось раздражением на других. Виола, теперь вы знаете и эту причину. Он снял все. Это не ваши мысли были, это были его. Разрешайте забрать эти лярвы, которые ты указал. Забирай все, возвращайся назад. Готово. Инсектоид, на твоей чистоте что-то осталось, что я еще не вытащил. Инкубаторы. Выходи, инсектоид. Вытаскивай свои инкубаторы, отключайся полностью. Аккуратно снимай крепления, которые там стоят. Ничего не повреди. Возвращайся назад в клетку. Приступай. Она не может это делать. Для нее это унижение. У нее есть рабы, идет слово, которые должны ухаживать за инкубатором. Ты, наверное, не понимаешь, где ты находишься сейчас, инсектоид. Посмотри вокруг. Здесь не делай. Я не делаю того, что ты хочешь или того, что ты не хочешь. Это приказ. Ты вышла и вытащила все, что ты оставила. Иначе я это все уничтожу. Так тебе понятнее? Да. Уничтожил. Подействовал. Она боится уничтожения. Потомствуй себя. Поэтому не перечь мне. Исполняй команды и делай то, что я тебе говорю. Ты обнаружена. Она вытащила два инкубатора. Хорошо. Идем дальше. Красный дракон. Твои платы остались? Нет, он снял все. Значит, плат дракона нет, да? Нет, они в клетке с ним. Даю команду на рассинхронизацию Виолы с красным драконом, инсектоидом, бесом и всеми их артефактами. Пошло. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Виоли, этим светом нам выдалит из себя все негативное патогены, низкоабрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Остаточные энергии от интерферентов и их подключек выходят и формируются перед ней в шар. Пошел свет, энергия, выходит, формируется в шар. Да, и шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Они чисто, но все тела разбалансированы, они разгармонизированы. Это мы сделаем, когда будем заправлять ее энергией. Сейчас мы ничего не можем сделать. Подхожу к Виоле, помогая моей энергией осъянуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Бес не присутствует в доме, это хорошо. Значит, бес больше не приходит в это биополе. Бесу понятно? Да. Если ты не хочешь здесь стоять второй раз, тогда лучше не приходи к этой душе. Все понятно? Да. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса, забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, это я приветствую. У меня здесь инсектоид матка, 9 лет сидела с двумя инкубаторами. И красный дракон 3485 с платами. Прям человека перекосило, голова на боку лежала из-за его плат, пытался шипеть. Пришлось показать ему печать. Дракон уже наказан. Бери с него слово, отпускай. Матку забираем мы. Хорошо. Благодарю тебя. Итак, красный дракон, ты все слышал. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, чтобы больше не осмелишься войти в это биополе. Отдаю слово. Ты понял свой урок? Я понял свою грань. Хорошо. Ты стоял очень близко к ней. Открывая наверху портал на чистоте красного дракона, 1, 2, 3, он забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Артефакты остались какие-нибудь? Остался серый шар. Под этим шаром, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Виолы. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкоабрационную эмоциональную энергию, ориентацию, ревность и агрессию. Все это низкоабрационное ездец генерированное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Фантом темно-серый, здесь депрессивные эмоции есть, слезы, резкость какая-то. Понятно, хорошо. Виолы эти энергии вы сами сгенерировали, вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачивай энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковое силе было, проявляется. Не знаю, что дракона энергии, пламя такое. Есть пламя, вывожу его, выдавливаю, формируется в шар. Есть. Открывая воронку в галактическое ядро, под этим шаром уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим на чистоту наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Виола, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Она обнимает себя руками, у нее текут слезы. Она говорит, прекрасно чувствуешь, мне так тепло. Конечно, после такого воздействия. И любовь, любовь течет внутри меня. Отлично. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Виолы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.